здравствуйте меня зовут николай пивненко эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях кино журналист давид шнедеров с которым мы поговорим как ни странно проблемах кино добрый день давид добрый день куда мы давно знакомы поэтому можем говорить на ты что нам немножко облегчает задача значит где-то май месяц 20 мая как ты понимаешь это уже такая очень суровая у нас к видно я была история прохожу я по пропуску как положено недалеко от донского монастыря что я вижу я вижу подпольно снимают кино как я это знаю я увидел несколько машин которые соответствуют обычно на киносъемочной бригаде и выносной монитор где сидит один человек рядом с ним никого нет и большой нормальный такой киношный монитор и что там снимает то что где-то происходит в здании никаких дальше нет ни фонарей ничего меня вопрос правильно ли понимаю что даже в это время кому-то удавалось снимать кино можно чуть-чуть незаконно понимаешь коль простой вот этот карантин для нашего кино почти смертельный причем слова почти это очень мягкая например проект воздух лёша германа практически погиб ему осталось не так много до снимать но у него планировали съемки в ранний весенний период то есть я надо год ждать теперь надо год ждать помимо того что за это время кончились деньги и такая судьба постигла огромное количество проектов эти люди которые хотели хоть как-то чтобы их проекты не умирали я думаю они подпольно снимали кино удалось ли кому-то новый жанр придумать жанр я имею ввиду профессиональным киношникам которые вроде бы как начали снимать что-то на удаленке если это возможно ну расскажи и были такие проекты что-то ты об этом слышал слышал услышал услышал репет но всерьез это рассматривать невозможно эта история не для кинопроката тот проект который задумал тимур бекбомбетов с вертикальным видео да это же история даже не для телевизора ведь этот сериал вертикальный можешь смотреть даже не на планшете на смартфоне автоматического не было черных полей конечно это очень узкая аудитория это такая милая игрушка которую навряд ли финансово имеет смысл поэтому конечно практически практически все затаились и ждали когда это все закончится потом когда уже поняли что все таки долго все сожалению несмотря на очень долгий разговор о введении в россии системы ребейта это что такое значит в сша есть работая такая система выбейт если я продюсер и хочу снимать кино в городе вологда так то правительство вологда возвращает нет часть средств которые я потратил на съемки в этом городе если я приезжаю волкду понятно что я не везу с собой никого кроме первого юнита я везу опера я не везу с собой осветителей я не везу с собой монтировщиков я их нанимаю в городе вологда я арендую вологодские гостиницы я грузчиков нанимаю вологодских людей я даю краю заработать большие деньги в америке по-моему в штате луизиана 45 процентов возвращает 45 про от 5 до 45 штат который не возвращая деньги это калифорния в лос-анджелесе не возвращая деньги ну поэту 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 старается в лос-анджелесе не снимать но эта система ребейта очень хороша она стимулирует во-первых киношников во вторых конечно она стимулирует местные власти ты приезжая с работы обеспечиваешь работой огромную количество людей твои люди кормятся в местных забегаловках кейтеринг местный кучу людей зарабатывают и даже вообще-то реклама города как реклама город но все те люди которых ты нанимаешь на работу они все платят налоги и все довольно конечно ты обеспечиваешь штат работой рекламой сбытом продукции прочее 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 поэтому ты после окончания съемок предоставляешь свой бюджет который ты потратил в этом штате или в этом городе правительству штата и тебе часть денег возвращается разговоры о ребете в россии идут очень давно пока если они жива всего пять регионов про стояние да нет не в состоянии им разрешили как пробный камень свое время была очень хорошая идея хотели построить кино кластер в ростовской области сергей багиров один из лучших российских сериальных продюсеров хотя построить кинокластер кинокластер это место где можно снимать все от россии шестнадцатого века до нью-йорка 19 киногород такой киногород совершенно верно как примерно в америке universal studios где возят экскурсии где нью-йорк где там фильм челюсти прочее вот такой кинокластер и не дали разрешение из хотя ростовские власти хотели но предыдущий министр культуры не дал разрешение это сильно тормозит российской производства сейчас ведутся разговоры о подмосковье о том что может быть подмосковье плюберцы на время до войдет в систему ребейтов же город рядом удобно кстати когда у нее очень много городов и химки и там снимать то можно что то есть правильно понимаю что если бы была развитая сеть вот таких вот кластеров назовем их условно да или просто система ребей то можно было бы если что москва питер но такие основные города наверняка закроют скоро связи с пандемией можно было выехать за пределами можно и когда их открыли это вливание денег и отдачи это как ученки на круговорот до в природе да 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 был бы круговорот денег то есть та же самая пандемия сейчас показала что вот такой удар нанесен не только по нашему кино но наверное и по американскому в том числе мы ведь с тобой говорим о ударе по кино мы не говорим об ударе по индустрии да потому что прежде всего пострадали кинотеатры вот это самое страшное потому что многие кинотеатры могут не открыться и кстати во многие кинотеатры даже которые может быть откроются не пойдут люди потому что они будут бояться например театры московские отказались открываться в августе но не отказались несколько ребята вы хотите 50 процентов зрительного зала нам не выгодно кинотеатры отказываются открываться президент ассоциации кинотеатров олег березин заявил что принципиально против открытия кинотеатра в августе и все кинотеатры ждут премьеры двух фильмов по прогнозам американских аналитиков на 99 и 9 десяток процентов премьеры довода кристофера нолана и мулана игровой версии известного мультфильм будут пересены на сентябрь то есть в общем то когда начнется какая-то другая жизнь или вторая волна или другая жизнь другая жизнь скорее все начнется с нового года с выхода с возобновления съемок джона вы к четвертого четвертой матрицы и когда заработает уже индустрия производства сейчас остался часть индустрии показа а вот индустрия работы еще просто для себя выписал что вообще ждать в кино тогда по социологическим опросам мы я специально убираю довод и мулан специали их отметаю как будто и книги потому что это мега блокбастеры мега блокбастеры и они точно будут пользоваться коммерческим успехом российский зритель ждет только один фильм который называется последний богатырь корень зла и все все российский зритель ведь кинотеатры все классные дали разрешение на открытие а что показывать что есть вот красотка ударе с юлей александровой прекрасно вдова ужасти красотка в ударе хэппи-эт а кто пойдет на эти фильмы до пандемии не ходили с чего вдруг после пандемии люди понимают что есть определенный риск пойдут в кино но есть же там 2 составляющих некоторые специально пойдут в кино потому что они такие смелые может быть как раз 1 неделька ты пройдет ничего а вот это еще есть вопрос а разрешат ли кинотеатра продавать попкорн напитки ну чтобы не разлеталась это конечно но дело в том что доход от продажи попкорна и напитков сравним с доходом от кино иногда может быть даже и а иногда даже больше конечно я предлагаю давай мы сейчас сделаем небольшую паузу что я смотрю список у тебя очень интересный значит просто прорезюмируем первую часть то есть есть ощущение что в лучшем случае в сентябре может может то есть ощущение что все зависит от голливуда все зависит от голливуда так это или нет попробуем еще раз убедить или переубедить некоторых наших телезрителей буквально через некоторое время в программе открытый диалог продолжаем программу открытый диалог сегодня у нас гостях киножурналист дает шнедеров и у тебя вот списочек мы начали это список российских и американских фильмов которые должны выйти могут выйти в августе если все кинетры будут как-то работа трахать которого сейчас начали работать кинотеатры drive-in до в автомобилях кинотеатры вовсе канцер и такие же не концерна я разговариваю с гариком сукачевым который выступал под москву и кстати на таком автоконцерте то ли что конечно все люди вылезли из машин а никто не был в масках уж тем более в перчатках единственное прикольное когда если раньше все орали и хлопали сейчас бибикуют и моргают фарами да вот это не новая история ощущение говорит не все равно несравнимо заранее с переполненным полем что касается автокинотеатров в америке провели любопытнейшие социологические исследования так в результате которого оказалось что 60 процентов американских девушек потеряли невинность в автокинотеатре на заднем сиденье так что может быть это вызовет улучшить демографическую ситуацию в этом плане может быть и да но у нас нет таких возможностей чтобы устраивать такие автокинотеатры возможности не у всех есть машины брать каршеринговые машины потом все-таки в америке эти кинотеатры под открытым небом на рассчитаны на машина с открывающимся вверх мы потом историю этих кинотеатров ого-го какая ты традиции эти огромные марш и до кабриолеты в которых да он а у нас с этим хуже но мы уже не смотрим потому что у нас как-то ставят машины багажником к экрану и люди смотрят сидев открывает багажник сидя в багажнике а очень не включить быстрее уехать потому что нет чтобы лучше видеть потому что сквозь стекло не очень удобно смотреть в общем странно вся эта система пока но вернемся к этому списку опять нечего показывать довод нолана должен был выйти в середине августа и наши кинотеатры продумали целую кампанию они хотели выпустить и договорились с американцами выпуски в повторный прокат фильма начала кристофера нолана чтобы подвести его сделать рекламу фильму довод но непонятно насколько отложена премьера она вроде бы на 16 августа но на сентябрь американцы сдвинут поэтому кинотеатры открыто откроются вопрос чем открываться с русским кино сложно не ходят люди на русской блокбастеры задерживаются что еще антебелум билетет мисс плохое поведение с кирой на кле побег с приторией с рэдклиффом это все фильмы которые не сделают касс ну такие они шли бы прицепом с блокбастерами прицепом но это не те хедлайнеры на которых можно вытащить кинопрокат тем более при условии ограниченного числа зрителей в зале мало того когда люди ходили в кинотеатры в обычных то они хочешь не хочешь всю эту рекламу видели где-то глаза цепился на это кино так конечно люди приходили даже об этом люди приходили человек мог быть ограниченным по времени он понимал что на фильм довод он не попадает а о рэдклифф гарри поттер вот пойду посмотрю как изменился да да посмотрю бы он был гарри поттер я посмотрю современный боевик с этим рэдклиффом ну почему нет кира на это вот она вся из себя драматическая актриса тут триллер с кирой на или почему бы и нет мать я на довод или ладно я посмотрел все равно в кино хочу пойду смотрю что другое как прицепы эти все фильмы хороши но не как локомотива кинопроката пока ситуация очень печальная разговор очень грустный скажи а как вот сейчас человеку которому все-таки любит кино и не хочет его смотреть с помощью компьютера так скажем в сети а хочет все-таки даже прийти хотя бы одному сеть в кинотеатре где он вообще может узнать о том что планируется ли отложено для съемок и есть какая-то даже рекламной кампании нет я смотрю что какая может быть рекламная кампания если кто ну например осенью а как никто не знает на когда отласть а потом зимой перенесем ну понимать наверное можно они анонсируют что скоро выйдут матриц скоро выйдет джану вейк скоро выйдет скоро выйдет но все равно есть такое ощущение что скоро не скоро но если вернуться в кинотеатр то на на какой-то всплеск будет в начале а потом все таки смотреть нечего огромная проблема помимо того что нечего смотреть проблема кинотеатра за аренду платить должен если у вас торговый центр должен он должен поддерживать всю аппаратуру в работе должен стоит денег стоит за электричество должен платить продирать все теперь на протирать должен должен охрану он должен оплачивать уборщик тоже и так далее это огромный гигантский расход налоги вопрос за счет чего жить ну а как же правительство обещало помочь есть какие-то документы сейчас или пока разрабатываются пока идет разговор о помощи кинематографистам тем которые снимают те которые снимают а помощи кинотеатрам пока кто показывают пока все сложно и все ограничивается исключительно разговорами и будут интересный такой момент смотри ведь в основном действительно эти все кинотеатры они находятся вот в этих огромных торговых центрах которые сегодня опубликована статья что порядка 30 процентов торговых центров не откроются то есть не откроются а просто некоторые съедут оттуда и все открывать торговый центр ради кинотеатра никто не будет не будет и ради одного продуктового магазина тоже никто не будет а в современном мире трудности представить за редким исключением кинотеатр есть октябрь да у нас ремонтируется там очередной год ремонтируется художественный говорят что вернут его прям в реальность того времени вернут но до его есть резюме для кино показа ничего нет нет сидим дома художественный когда-то откроют октябрь есть кинотеатр него снесли кинотеатр прага снесли кинотеатра витязь несли это все были отдельно стоящие кинотеатры кинотеатр горизонт закрыт горизонт на фрунзенской которые вложили кучу денег первого переоборудовали по 4 зале закрыт и больше не будет кинотеатра то есть фактически вот эти сети уничтожают отдельно стоящие кинотеатры просто идет уничтожение а тут они получается сами самоуничтожаются а тут их пандемия нанесла по ним страшный удар хорошо в других городах все-таки не во всех городах есть торговые центры крупные да они если там есть кинотеатры но где-то в большинстве своем сохранить сохранили сохранились дворцы культуры небольшие какие-то кинотеатрики же все-таки есть есть опять же налоги электричество вода охрана персонал хорошо кинодеятели в данном случае кинопоказчики да которые показывают кино они обратились куда-то с каким-то письмом вот это что обратили на себя срезается владельцы кинотеатра просят вернее просят безусловно от слова отсрочки по арендным платежам уменьшение арендной платы на период пандемии уменьшить отчисления за покупку лицензии ведь для того чтобы показать последнего богатыря нужно заплатить огромные деньги за права уменьшение прав требует чтобы на государственном уровне вмешались переговоры с американскими дистрибьюторами за чтобы договориться с ними об уменьшении оплат прав но пока это разговоры то есть фильмы которые снимаются условно по 20 векам фокс который за это получают деньги мы хотим попросить чтобы можно пока вы не будете получать пока нет пока можно вы не будете брать смотри как распределяется день я очень хочу давай мы любим считать чужие деньги чтобы зрители твоего замечательного канала это твердо понимали предположим у тебя есть фильм у которого производственный бюджет 2 миллиона рублей рубли рубли чего угодно рубли тугриков давай рубли тугриков 2 миллиона рублей не бывает 10 10 миллионов рублей производственный бюджет вопрос сколько денег нужно собрать в прокате чтобы этот фильм хотя бы окупился в ноль но 10 миллионов рублей сколько далее столько вернули 22 почему 22 потому что 50 процентов идет кинотеатром так значит за то что мы показываем за то что мы показываем кинотеатры берут себе 50 процент а то не покажем а то не морожен конечно и 20 процентов берут себе дистрибьюторы если у тебя бюджет если ты собрал 20 у тебя 10 миллионов сразу ушли прокатчиком и того осталось 10 2 ушли дистрибьютором ты остался в минусе ты собрал 8 ты собрал 8 а у тебя бюджет 10 должен собрать 22 22 так это интересно и вот они хотят первое не про дистрибьюторов уменьшить эту планку в 20 процентов кинематографисты просят кинематографисты просят уменьшить план ков 50 процентов понимаешь тут нашла коса на камень кинотеатры просят оставить им 50 процентов ну потому что и так да демфекцию чем di периодографисты просят не братья ти 50 процентов оставить ты где бник больше Кинотеатр просит прокатчиков умерить аппетиты. Прокатчики просят кинотеатры умерить аппетиты. Как здорово. Куда ни кинет, ни клин. Абсолютно замкнутый круг. И вот тут все обращаются к государству. Ребят, сделайте что-нибудь. А государство на всех денег не хватает. Разрулите ситуацию. А есть какой-то вариант разрулить? Нет. Пока нет. Пока нет. Разрулите ситуацию. Выработайте механизм. Как мы будем работать дальше? На сегодняшний день у нас остаются 3 минуты. На сегодняшний день я понимаю, что все-таки начали помогать тем, кто снимает кино. Начали помогать тем, кто снимает кино. А как им помогать? Вот как поможешь Герману? Вот как поможешь? Ты что, весну где-то устроишь? Вот как ты ему поможешь? Вот как ты снег положишь? Тогда бюджет вырастет до небес. Алексей Герман снимает кино не зрительское, не блокбастеры. Кино для достаточно узкого круга подготовленных зрителей, умных, которые разбираются в кинематографе. И не каждый кинотеатр возьмется еще показывать? Не каждый кинотеатр возьмется показывать, конечно. Называется ограниченный прокат. Не каждый зритель отличит одного Германа от другого и от третьего. Слушай, а не наступит такой момент, что кинотеатр будет требовать уже не 50%, а 80%? Нет, навряд ли. Навряд ли. Навряд ли. Я читал в свое время замечательную статью о гибели кинематографа в том виде, к которому мы с тобой привыкли. О том, что кино превращается в аттракцион. И скоро наступит время, когда в кинотеатрах будут идти исключительно зрелищные фильмы с бюджетом от 400 миллионов долларов. Кино окончательно превратится в эндотеймент, а настоящий кинематограф уйдет в телевидение. Авторы этой статьи – Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Люди, которые создали это кино, увидели, какой ящик Пандоры. Я тебя породил, я бы тебя бы и убил бы. Я думаю, что как только кинотеатры начнут работать, я все-таки рискнул сходить, посмотреть, какая атмосфера. Я пойду обязательно. Ты же не забывай, многие мечтали, чтобы ты сидишь один в большом кинотеатре. Или там с друзьями. Я не мечтаю, чтобы один. Я хочу пойти в кино, я соскучился по кино. Компашка. Эффект зала. Кино нужно, на мой взгляд, смотреть на большом экране, в кинотеатре, уж точно не на экране компьютера и не пиратские версии. Я против пиратов. Остается сказать, потерпите. С вами был Николай Пивненко. В гостях у нас был замечательный киножурналист Давид Шнейдеров. Вот так мы поговорили о кино, но каким оно будет, я думаю, что в ближайшее время мы все с вами почувствуем. Кто-то захочет пойти в кинотеатр, а кто-то еще потерпит. Подождет. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok